Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из моря Анапы. Меня зовут Юрий Азаровский, вам всем привет в Черноморске. Прежде чем сегодня совершим с вами прогулку по нашей жаркой, независимо от того, какие прогнозы Анапы, с теплым морем, приглашаю вас за хорошим настроением сначала в одно очень интересное место, а также вы можете выиграть 15-й айфон. Но для того, чтобы наша прогулочка проходила весело и непринужденно, поднимем настроение в новой кофейне на Ленина 153b, которую открыла сеть Coffee Like. Здравствуйте! Я вас всех приглашаю в нашу новую кофейню на Ленина 153b. Проходя мимо, вы можете, не заходя в кофейню, взять ваш любимый напиток или пройти внутрь. У нас в кофейне внутри вы можете посидеть как большой компанией, можно отдельно со своими гаджетами прийти, есть везде зарядки, а также можете прийти своей большой компанией, провести у нас различные мероприятия, поиграть в игры, денежный поток, монополия, что угодно. Можно, когда наши дети заняты, они играют. Для вас есть детская игровая зона, где вы можете оставить своего ребеночка, а сами попить спокойно кофе. Нашей компании 10 лет. Мы подготовили для вас лимитированный классный напиток, вкуснейший раф, а самое главное, купив этот напиток, вы получите возможность участвовать в розыгрыше различных призов от наших партнеров. Но главный наш приз – это 15-й айфон Pro Max в титановом цвете, легкий, красивый. Узнать все подробности, как выиграть все наши призы, можно у наших бариста в любой нашей точке сети Кофелайка. Мы очень рады, что открылась наконец-то кофейня Кофелайка на Ленина 153Б. Мы очень ждали этого открытия. Здесь всегда вкусный кофе и свежие классные десерты. Взяли напиток и теперь точно можно идти купаться на море. Жаришка Анапа. Машинку я припарковал на Калинином и выходим здесь на набережную. Но прогулочку мы начнем сегодня, друзья мои, от маяка. Аромат цветов вообще невероятно. Сегодня на календаре 10 ноября 2023 год. И в это совершенно не верится, особенно когда ты видишь зелень вокруг. Совсем немного опавших листьев и солнце пробивается сквозь них. Красота. Так вот выглядит Анапский вайп и настроение. Кто-то в шортах, кто-то в курках с шапками. Попробую угадать, какая погода у нас на самом деле. У Кофелек тут своя атмосфера. Даже никуда ходить не надо. Кс-кс-кс. И даже не смотрит. Он все равно кушает и все. Ну вот отсюда мы сегодня начнем с вами прогулочку. Здесь хочется также раздеться, как вот этот мужчина, который шел в шорты майка, потому что солнце прям очень припекает. Хотя недалеко отсюда ставил машину, там прям было прохладно, одел ветровочку сверху. Температура воздуха в этом месте 26 градусов, но это на солнышке. В тенечке плюс 14 показывает. А другая температура воздуха возле дома в тени у меня было 3 километра от берега. Тоже было плюс 20. В телеграмме пишут, что да ты не прав, неправильно показываешь. Ну вот настолько она отличается, от сколько уже в Ботеля градусник так и осталось 26. Ну что, друзья, прогуляемся, а потом пойдем купаться. Это улица Протапова. С той стороны у нас крепостная. Здесь у нас находится шикарная прогулочная зона сквер Гудовича, который выходит на набережную. Запомнив эти улицы, вы можете выбрать первые адреса и приехать, чтобы наблюдать вот этот невероятный вид на море. Здесь очень красиво смотреть также на наши анапские закаты. Людей, гуляющих сегодня, ну очень много. Но все так же продолжают свести розы, завязываются новые бутончики. Очень приятный аромат они излучают. Шикарная погода для хорошей прогулочки. У нас в Анапе появилась хамса. Если получится, я в этом видео еще заскочу в конце на рыночек. Фото, видео есть уже в Телеграме, если что, смотрите. И подпишитесь, пожалуйста, на него. Вот вам благодаренький QR-код, вы видите на экране. Возле кафе Манючок у нас тоже целая кумба с розочками. Тут все уже законсервировано до следующего сезона. Люди, которые приезжают сюда для них, и сделаны такие невероятные лавочки на лучшем кинотеатре Черноморского побережья. Можно сидеть большую часть дня под солнечными лучами и наблюдать красоту нашего моря. В принципе, в любую погоду оно здесь прекрасно. Сосны, которые пытаются здесь высадить. Но опять, смотрю, что желтеет, потихонечку погибает. Уже бы хотелось, чтобы хоть бы одна принялась. Пока все потуги безрезультатные. Так вот можно спать и видеть сны под море. Слушайте, вы получаете максимальное количество эмоций, которые в дальнейшем будут приятно влиять на вашу нервную систему. Продолжаю желаться на то, что у нас запрет на катание по набережной на самокатах. Но самокат здесь сдаются в аренду. Это должно быть все последовательно. Если сюда нельзя заезжать, то надо отсюда их убирать. Потому что очень много людей жалуются на сим. Очень много травм с ними. И действительно статистика пугающая. Считал новостью, что в этом году количество аварий с этим транспортным средством увеличилось на 68%. Вот такая вот статистика пугающая. Кафе Бриз работало в летнее время. Сейчас не функционирует. Хотя вот караоке кафе. Видишь, что работает. Сюда, я так думаю, можно прийти. Историческое здание города Анапы. Кафе. Здесь в нем организовано. Ну, или кофейня, надо правильно сказать. Тут было поднастроено много деревянных таких мостов. Их заставили убрать. Здравствуйте. И вот. Здание. Столовая, санатория, маяк. Одно из первых курортных сооружений города Анапы. Знаете, какое знаковое место. Проходите мимо. Может быть, даже его не узнаете. Хотя оно уже не выглядит так, как изначально. Потому что было много разнообразных реконструкций. Здесь у нас музыканты. Сопровождение великолепное. Паксофон. Прогуливаться до берега моря. С правой стороны люди играют на стольный теннис. Используя те самые столы. Получают невероятные эмоции. Вот это очень круто. Есть также тренажеры. Скамеечки. На которых можно посидеть. Мусорки. То есть, ну, в принципе, все, что надо для курортной жизни. В этом месте присутствует. Даже есть бесплатный туалет. Великолепно, мне кажется. Друзья. Напишите обязательно, как вот такая атмосфера нашего любимого города Анапы. Уф. Прямо, знаете, по телу разливается такая дрожь. Ай, как это классно. Анапа, Анапа, вон лав. Идеально. Просто идеально. Такие прогулки, виды. Вот такую музыку. Вот такая музыка должна сопровождать, мне кажется. Набережные желательно жива полностью. Дошли до туалета. Туалет открыт. Значит, работает. Здесь тоже очень много разнообразных площадок воркаута, на которых можно позаниматься. Сейчас Анапа уже, как говорится, не бедствует в плане их отсутствия. Не хватает нам теперь только детских площадок, на отсутствие которых очень сильно жалуются люди. Сезон. Есть разная кухня. Там бургер готовят, миндии готовят. Туда внутрь заходите. Разные напитки предлагают. Ну, и видовое пространство для отдыха. Там можно сидеть с бутылочкой. Вина с бокальчиками. И наслаждаться видами на море. Тоже красиво. Дошли мы до улицы Калинина, на которой мы приехали. Здесь у нас люди впечатляют своих родственников, которые прогуливаются вдоль берега моря. Посмотрите, сколько людей у нас сегодня купается. Там пять человек заплыв совершают. И я сегодня иду тоже купаться в море. Надеюсь, что у меня получится. Я давно не купался. Так что пишите в комментариях, как думаете, занырну или не занырну. Мне лично самому очень интересно. Здесь заведение у нас называется «Сад и море». Тоже обещают вкусные, так сказать, рыбы, наверное. Если кто-то ел там что-то, пишите обязательно. Дальше анапские котики. Толстенькие, довольненькие. Купающиеся в море. Тут прям всех очень много. У всех своих территорий. Вот я не могу даже высказать своих эмоций, почему мне здесь настолько нравятся эти места в Анапе. Вот прям, ну, самые любимые мои. Смотрите, здесь что-то происходит. Вот какие-то литонные частички. Это, кстати, наш анапский осьминог. В прошлом году его привели в порядок, отсыпали, сделали лавочки. Крутое место стало. Тут коты ругаются между собой. Тем временем мы дошли до новой, старой набережной. Санатория Малая Бухта. Здесь смотришь. Тоже такое умиротворение. Мужчина сидит, когда там котик лежит. Красота. Девочки делают красивые фото. Ну и, конечно же, море внизу. Невероятно маленькая банька с левой стороны. Смотрю, что и без бани люди отдыхают, купаются. И в ту сторону. У нас тоже загорающих достаточно. Слушайте, наверное, стоит сюда прийти, на этот ряд, чтобы посмотреть, что внизу происходит. Можно наблюдать, как подплывают уже к берегу. Это группа, которая плавала прям далеко-далеко. И сколько много людей загорает на лежаках. Это уже прям приятно. Бальзам для души и сердца. Сколько у нас разных лодочек еще стоит там на рейде. Сто процентов рыбаки охотятся на разные наши морские богатства. Сейчас хамса пошла. Возможно, и какая-то более крупная рыбка. Ну, стабрида уже точно шла, сорганчик. Если вы рыбак в Анапе, напишите, какие еще виды рыб сейчас у нас ловят. Проходим на набережную, смотрим по сторонам и радуемся за всех тех людей, которые здесь отдыхают. Никому лучше не передавай. Лошади у нас опять появились в Анапе. Не люблю аниматоров. Вот этих вот всех, которые ходят. Потом рассказывают о том, что фото с ними, оказывается, стоило гораздо больше, чем у нас есть в кармане. Шарма Гира, чебуреки, напитки, шашлычок продают с правой стороны. А здесь у нас есть лифт. А лифт, причем, очень клевый. Так, вызываешь себе. Кстати, он работает. Наши подписчики. Заходишь в лифт, поворачиваешься вот так вот и стоишь. Играет музычка такая приятная. Все хорошо. Открывается дверка. И ты. Сразу видишь море. Насколько это прекрасно. Тут указатель. Морская баня в правую сторону. Пройдитесь. Искупнитесь. Это действительно выпадает в атмосферу пляжного отдыха. Можно посмотреть на всех людей, которые здесь, я думаю, получают массу эмоций от того, что могут спокойно отдыхать, купаться в море. Идеальное место, потому что нет ветерка здесь. Солнышко аккумулируется прям очень сильно. И тут, можно сказать, настоящая летняя жара. Температура, кстати, чуть ниже, чем мы были после Майка. 19,6. Потому что солнце идет уже к закату на часах. У нас уже 3 часа дня. Через 2 часа солнце сядет. Вот так пляжный отдых продолжается. Чем еще мечтать? Чего еще хотеть? Ох, как там волны у нас красиво прыгают. Фантастика. Вот уж на воду. Как водичка, скажите, пожалуйста. Морешка как? Как обычно, в тюрьме. Морешка чистая. Это хорошо. 21,1, ребятки. Тут есть и переодевалки, и баня. Две штуки. То есть пляж, я думаю, один из лучших зимних в Анапе. Недавно ходили в эту баню. Видео есть на канале. Можете посмотреть, как нам там было хорошо. Как вас зовут? Я Антонина. Передаю привет всем, кто меня знает. От души. Вам хороших купаний? Море как? Море отличное. Вот так вот, скажите, приезжайте к нам. Загар прекрасный. У вас шикарный загар. Народ купается. Вообще, главное, чтобы меня не залило. Хочу замерить, вот по просьбе нашей подписчицы, температуру водички, чтобы узнать, поплыл. Да, 18,6. Останавливался градусник. То есть море еще теплое, летнее, можно сказать. Заболтался немножко, облило мне ноги водой. Море мокрое, классное. Зарущее, манящее. Смотришь на этих людей, понимаешь, как им повезло, что они поймали опять в такую погоду. Причем, в прогнозе ее нет, друзья. То есть такой невероятно классный и прекрасный. Лишь беще счастливых отдыхающих. Ну, я искренне рад за всех этих людей, которые могут так отдыхать и получать максимум удовольствия. На Терменовском побережье. Кстати, есть туалет, работает. Ой, девушка, подождите, подождите. Выходим из лифта обратно на набережную. Совершим прогулочку. Дальше. Все-таки окупаться, думаю, в Малой Бухте. Посмотрим. Ведь сейчас состоялся разговор, почему вы называете тот пляж Малой Бухты, этот, ну, пляж санатория Малой Бухты, это высокий берег. Это пляж санатория Малой Бухты. Мы сейчас смотрим с вами. А там всю жизнь была Малая Бухта Анапы. У нас в Анапе две. Большая Бухта, Малая Бухта. Тут, я смотрю, продолжается разбираться. Эрарии. Может быть, их будут менять, либо еще что-то будет. В общем, идут какие-то перестроения. Здесь тоже круг сняли. Будем смотреть, как будет меняться наш Анапский берег. Вот это вот вторая банька. Может быть, на обратном пути мы даже уже услышим нового музыканта. То есть, музыкантов в Анапе становится очень много. Тут у нас работает парк аттракционов. К нему еще всякие кресла понаставили. Здесь ташки по 200 рублей. Два стакана продают. И вот эти вот великолепные деревья Анапские. Согнутые ветром, но выжившие. Вот их надо беречь, как зенецок. А как мне было обидно видеть, когда тогда спиливали деревьями. Я говорю, ну, вы посадите. Пускай ваши сначала сосны приживутся, а потом уже пилите деревья. Сосны там не приживаются, а деревья. Больших местах поспиливали. Это печально. Скала Грёз. Очень хорошее заведение. Неоднократно отсюда были у нас трансляции. Великолепные виды на закат и море. Вкусная еда. Так что, если будете здесь отдыхать, я вам от души советую, дорогие мои друзья. Виды. Просто морской бесконечный простор. Печально. А здесь у нас Стелла. Мои любимые курорты в трогающемся. Дай бог, чтобы так всегда и было. Бедные голодные коты. Лежит корм. Два кота. Три кота. Здесь кошечка. Еще два котенка. Греющихся на солнышке. Как он тут хорошо. Оп. Убежал. Испугался. Ну, как я и говорил, приезжайте. Погода у нас уже очень-очень долго радует. У тех, кто это сделали. Сейчас она получает самые лучшие эмоции. Какие только могут быть у них в жизни. И я этому искренне рад. Дай бог, чтобы и вы, кто смотрит и запускает немножко слюни на наше лето, могли тоже приехать. Была у вас такая возможность. Работал бы аэропорт. Я думаю, в сезоне бы здесь людей было бы еще больше. Хотя уже куда больше мечтать. Она стала огромным мегаполисом. И по планам застройки будет только больше и больше становиться. Смотришь на те планы, которые у нас там на полях. Какая там будет тотальная застройка. Становится немножко страшно. Станет город в пробках скоро. Потому что даже сейчас на набережных, я помню, в это время еще. Можете отрыть даже. У нас за много лет уже есть наши стримы и видеосюжеты. Практически никого не было. А сейчас людей постоянно много. В любую погоду. Не только в хорошем. То есть народ гуляет. Просто потому что его стало в Анапе самой очень много. Вот вам очередь, пожалуйста, в туалет. Насколько они популярны, друзья. Но это площадочка, на которой в большой раз тот покрутился и немножечко упал. Хорошо, что здесь щебенка выжил. На пляж идем мы с санаторием Высокий берег. Поэтому он так и называется, как я сковорами. Здесь с левой стороны есть спуск для пандусов. Мы пойдем по центральной лестнице. Так как нам там будет комфортнее спуститься. Напротив находится санаторий Русь. По прямой у нас здесь есть ресторан Ковчег. Сам пляж меня очень радует. Я смотрю, что здесь люди тоже купаются. Но прежде чем туда спуститься, мы пройдемся по прямой. Посмотрим, что там происходит. Ну, потом уж со всеми вместе пойдем купаться в море. Тут тоже очень много кошечек. На обережной подкармливают наши дорогие жители города. Очень классная атмосфера. Также вы, может, даже не знали, но здесь находится питьевой билет. Вот этот тропинок. Можно к нему пройти и попить минеральной анапской водички. Она будет вам полезна. Особенно, если вы совершаете очень много пеших прогулочек. Кстати, по поводу розыгрыша 15-го айфона. Вот вам тоже кофе-лайк. Вы можете прийти и здесь у бариста узнать, что, как и почему. Как можно его выиграть и поучаствовать в остальных акциях и розыгрышах. Советую. Я, кстати, кофе-лайк показывал еще в прямых трансляциях. Даже когда не знал, кто у них занимается руководством. Здесь и здесь вот еще есть такая небольшая возможность коллаборации. Напитки у них действительно вкусные. Кофе был всегда самый лучший. Это уже не реклама, а честный мой отзыв. Ну и, в принципе, мои подписчики тоже самое говорили. С правой стороны у нас здесь есть небольшой сквер, в котором, правда, мало лавочек. Но он тоже присутствует. А вы о нем, возможно, даже не слышали и не знали. Обожаю здесь вид. Очень красиво. Смотрите, ну, пожалуйста, люди и тут купаются. У нас вообще на набережной. Очень много музыкантов, создающих уют. И можно их поддержать немножко. И все лавочки заняты. Вы просто посмотрите, насколько востребована наша Анапа. Хочу показать. Артур я сегодня показал свою фотографию в пиджаке, в рубашке. Конечно, как настоящий руководитель выглядит. Но я подпись сделал, Т-9 написал вот так. Артур я кур-водитель. Ну, а что нет? Лучше курицу жарим от души Артур я на параллели. Кто-нибудь согласен, ставьте лайк. Атмосфера, конечно же, просто невероятная. Гуляй, наслаждайся, отдыхай. Как говорится, дай бог возможности всем. В общем, погода классная, солнечная, безветренная. Что тоже большая редкость для Анапы. Ну и такое у нас бывает. Так что, друзья, погоду еще обещают нам долго, теплую. Будем надеяться, что все на пустыке вообще ошиблись. И будет опять вот так вот на солнце выше 20. Краснообразные красоты продают у нас здесь. Заработал Гаста Портфуд. Прикольненько. С этой стороны у нас находится клуб Питанка. Ну и всякая разная торговля в набережной. Тут играют ребята, приходят. Моглица разумятся. Уже компании есть. Питанка, аренда, шары, тренер. Игра 300 рублей. Вот так вот. Порешник, поиграли, насладились. Там сортир 5 дырочек заработал. Это самый топовый сортир Анапы. Добираемся уже до угла. Нашей набережной для любимого моего места в Анапе. Ну или ладно, одного из любимых. Потому что все-таки мне она понравится практически вся и целиком. И сейчас будем с вами смотреть самую шикарную панораму. Капустница бабочка полетела. Восхитительно. В чем еще мечтать, чего хотеть. Бабочки летают. Птички, самолеты, кораблики плавают. В общем, невероятная красота города-коророта Анапа. Ну это вид на мол уходящего моряка. Здесь чистая водичка. Парень в шортах, но бегом занимается. Возможно, поэтому ему тоже так комфортно. Ну вот в Олимпийке, в легенькой гуляю отлично. Даже когда в тень заходишь, температура до сих пор держится. 19.06, уже 3 часа дня. Хотелось бы, конечно, без комментариев. Но тут ребята идут, то есть не едут на велосипедах с музычкой. Я думаю, что вы уже насладились. И теперь мы отправляемся уже непосредственно к самому морю. Посмотрим, что там происходит на пляже Высокий берег. Интересно, в каком месте пойти искупаться мне. Ну что, вроде там рыбаки есть. Ну, придумаем. Люди, вот видите, как далеко-далеко заплывают в саму бухту. Как красиво смотрится. Очень сильно радует молодая свежая зелень. На вот этих вот кустах вдоль берега. Очень классно смотрится. Весна пришла. Какое же сегодня яркое солнце. Я уже устал на него смотреть. Прям очень бьет в глаза. Прям чувствуется, что не хватает солнечных очков в моей жизни. Надо, наверное, замутить себя. Потому что прям очень ярко. Мы совершаем спуск на пляж Высокий берег. Правой стороны кафе уже закрыто. С левой стороны здесь сделали красивую смотровую площадку. Юра, здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Отлично. Как оно еще может быть солнце? Погода хорошая. Чем вы вообще хотите? Ну вот, видите, температура упала. 16 градусов. Уже холодно. Матерка с покупаться. Даже для нас. Для дальневосточников. 16,6 это воздух. А море я только что мерил. 17,8. Так градуски плетли. Да. Ну и вчера теплое было. Катался в море. Сейчас кто-то дальше. На пляже был. Там прям теплее. Здесь, да, 16 показывает вода. 16, воздух. Водороски убирались. Я побежал вам. Хорошего отдыха. До свидания. Дальневосточникам привет. А мы теперь местные. Ну, тем более. Опять Котофей сидит. С таким видом. Типа бедный и несчастный. Даже, кажется, он не кушать хочется. Чтобы его кто-то погладил. И с правой стороны люди. И с левой стороны люди. Вот самое интересное. Проверка градусника. То есть температура потихонечку падает. У меня сейчас только уже показывал 16,6. То есть, ну, здесь такие же температуры. Ну, морюшко у меня потеплее будет. Это вы слышите, как пошел патруль с кинжалами. У нас над Черным морем. И правая сторона пляжа. Высокий берег. Людей не так много, как в другие времена. И я, кстати, рад, что вот водоросли убирали, как заявили мои подписчики. Водичка здесь, конечно, мутновастенькая. Но это особенность Малой бухты Анапы. Здесь тоже есть переодевалки. Удобно, быстро, хорошо. В этом году, наверное, тоже не будут ставить уже самый павильончик. Потому что общался в прошлом году с руководителем. Больше, как говорится, вопросов по нему. И смотрим, что здесь. Заход в море расчистили. Потому что здесь самый, наверное, популярный пляж. Просто быстрых зимних купаний. И левую сторону давайте с вами посмотрим. Здесь люди больше подышать морским воздухом. Так понимаю, пришли. Сидят, все отдыхают. Наслаждаются. Ну и море потихонечку блестит. Смотрим, что здесь началась реконструкция. Вип-пляжи снимают полностью все покрытие. У нас тоже, видите, администрация пляжа постоянно что-то дорабатывает, улучшает. В этот раз для людей, кто за большие, так сказать, денежки приходил сюда на отдых. Видите, как быстро все сжирает в море. Такие швеллера, которые, казалось бы, вечными, очень быстро ржавеют. У меня градусничек показывает здесь 17,6. Переодевалки, мусорки стоят. Люди загорающие. Красота. На пляже есть и турнички, чтобы подтянуться. И такая пока импровизированная волейбольная сетка. Мы подошли к левой стороне. Все-таки и рыбаки, и меньше отдыхающих. О, кстати, здесь водичка мне нравится больше. Более прозрачная, чистая. Конечно, не кристальная, но уже гораздо лучше. 17,4. Остается, закидываем градусник в море, чтобы узнать, какая здесь температура. Кстати, мужчина плывет. Кто переезжал, так и говорил, я буду всю зиму купаться в море. Вот так, в принципе, и получится, я думаю. Здесь море получается прохладнее, чем мы там смотрели. Хоть туда возвращайся. Вот я даже не знаю. Может, действительно пойду там искупаюсь. Рыбацкая гид для Анапы на берегах. В общем, рыбалка идет. Это Пилькер пошел. Я думаю, что Сарган, Ставритка. Ну, там, как всегда, спрашиваю рыбаков. Говорят, ах, кто клюнет, тому я рада. Ярт-клуб остался, спуск в море еще. Я думаю, что, наверное, мы вернемся в то место к лифту и там искупаемся. Кажется, у вас своя рыбалка. Вот, ребят, сзади идеальный обед с видом на море. Круто, да? Мы дошли до второй баньки. И здесь вода кристальная, ребятки. Здесь прям хочется купаться в море, что мы, наверное, сейчас и сделаем. Особенно глядя на всех тех людей, которые плавают в свое удовольствие, хочется это повторить. Смотрите, как загорают люди. Красота. Как водичка? Добрый день. Здравствуйте. Замечательная водичка. Стоит купаться? Я думаю, да. Особенно, когда, если можем в бане согреться, то вообще запросто. Ну, баня-то вообще легко, я думаю. То есть, да? С баней вообще легко. С баней просто легко купить. Ну, и без бани тоже легко. Вон там масло там. Ну, и без бани тоже легко. На самом деле, на ощупь градусов 18. На счет тоже решусь. Спасибо. Вам всего хорошего. Хорошо. Наши люди советуют купаться. Значит, мы сейчас будем раздеваться и в море окунаться. Ну, тоже хочется. Что сказать? Ну, я думаю, что мы без бани будем экономить средства. Лучшее место для сна – это Анапское побережье. Я прям сегодня это понял на все 200%. Все равно в такую погоду. Ну, что, друзьяшки мои. Мы готовы искупаться, получив максимум удовольствия. Я надеюсь на это. Тем более, морюшко практически летнее. Главное – не подскользнуться и не упасть. Солнце Анапа. Она как надо. Работает. Это уже очень хорошо. Фух. Как давно этого не делал. Ну, так, потому что в прошлый раз купание было, оно сразу с банькой. Кстати, тут дно, не знаю. Надо быть аккуратным. А быть на том, что ли купался. Идь, идь, идь. Прямо долго не тянуть. Вот оно, лето в Анапе. Вот это кайф. Как вам, виды? Так, как говорят, знаете, без головы не считается. Да вообще легко. Увидимся под водой. В общем, море летнее. Классно. Вообще не хочется выходить из такого моря. В общем, действительно, очень тёпло. Радует, что в прогнозе ещё долго будет оставаться такая температура. Если, допустим, вы плохо переносите баню, вам не показано, то можно даже без бани купаться. Но, что можно в Анапе. Ещё раз замернём. Ещё раз с Александром разговаривали на тему того, как выглядит Анапа с берега. Мы катались до Малой бухты, приезжали в неё прям на кайдах, стартанув за центральным пляжем. То есть всё Анапу наблюдали просто стоя на волне, на доске с кайтом сверху. Вид, конечно, невероятный. Представляете, только вывода, никаких водок, ничего вокруг. И смотришь на это, душа радуется. Фантастика. Какое зрелище. Фантастика. В общем, я где-то уже минут пять-шесть плаваю. Из моря выходить совершенно не хочется. Только восприятие того, что надо поехать домой, отредактировать видео, чтобы вам показать, как у нас здесь всё выглядит, двигает меня на берег. А так, если я был бы таким же, как вот ребята, которые возле баньки отдыхают, или другими нашими отдыхающими, я бы, скорее всего, и не выходил бы. Купался бы и купался. Ещё в Москву, Асты, посмотреть на подводный мир, было бы идеально. Ну, просто невероятно. 10 ноября. Я спокойно купаюсь, и честно, не хочется ни в какие бани, потому что очень тепло, и очень хорошо. Жалко, что у нас пока прогнозы в ближайшие дни рисуют дожди. Но сегодня что-то у меня аж появилось желание возобновить купание. Как думаете, стоит это делать, не стоит делать, и в каком формате, с эфирами, или с видеосюжетами? Жду вас в комментариях, мои дорогие ребятки. Ну, ладно. Почуем, попсать, медушку. Попарите. Какие же мы счастливые люди, которые могут это делать? Тогда им только этого захочется. Согласитесь? Давайте, кстати, сейчас душ протестируем, и пойду переодеваться. Большой огонь. Кстати, душ холоднее, чем море. Все, друзьяшки, мы искупались, можно идти до машины, но самое важное, надо заехать, не забыть за хамсой. Надеюсь, что еще успеем. И все. Вот тоже, хорошего еще отдыха. Надеюсь, что мы еще успеем, и рынок будет работать. А вот гитарист, как играет. Слушайте, довольно-таки интересно. Вооруженная, опять, шариков, свиньи на 150, баранина по 300, барабуля по 250. И вам, пожалуйста, нам очередь. Братяк. Мне кажется, еще ближе к вечеру, на закате людей стало еще больше. А вы как думаете? Мне не кажется, по-моему, мелками рисуют. По набережной уже с трудом, можно разойтись. Как это приятно. Ну все, ребятки, отправляемся уже к машине за хамсой. Хватит наслаждаться летом в Анапе. Клиночек на солдатских матерей есть, и, конечно, я успел. Мне прям интересно, что почем, если есть хамса. Любка есть разная, но хамсы нету. Это чайка. Буду плакать, так хотелось хамсы, ребята, от души говорю. Рискнул доехать до Южного. Здесь тоже закрыто. Ребятки, не судьба. 4 часа 30 минут у нас в Анапе все закрылось уже. Хамсы не найти. Ну ладно, завтра поохотимся на нее. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.